Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Опять Ольга и Сафар поехали на ярмарку. В прошлый раз они приехали, вроде бы правильный день, ярмарка должна была быть, но ее перенесли, поэтому им пришлось ехать еще раз. А сыр и масло им купить обязательно нужно, поэтому поехали, несмотря на то, что на улице собачий холод, но хлеб за брюхом не ходит, а наоборот, поэтому вынуждены были приехать. Я вообще-то удивилась тому, что она замерзла. Как-то тюлени не особо мерзнут, а Ольга говорит, холодновато, пришлось утеплиться ей. Хорошо, хоть обдуга они с собой не взяли. Любят они простуженного ребенка за собой таскать, но в этот раз он остался дома. И на том спасибо. Стала показывать, в чем они одеты, а вот обувь показывать не пожелала. Как странно. И тут я вспомнила, как они недавно показывали, в каком состоянии кроссовки у Сафара. Теперь я понимаю, почему не стали показывать, потому что обувь у них у обоих грязная. Куртки, значит, показали, а обувь отказались. И это при том, что эти люди показывают абсолютно все. А тут вдруг что-то решили оставить за кадром. И именно обувь. Сафар, в общем-то, был не против показать, но Ольга была категорически против. Нет, зачем это нужно, обувь показывать? Ну, правильно. Мужикам-то все равно. Вот он вытащил свои грязные кроссовки, когда они собирались очищать и проверять эту пасту. И ему все равно, в каком они были в виде. Ну, грязные, грязные. Кстати, по поводу этой пасты зрительница сказала, я куплю ее, я протестирую, а потом напишу результат. И вот, кстати, она написала результат, сказала, фигня, ничего не работает. Ну, я за что купила, за то и продаю. Я такую пасту не брала, не проверяла. Ну, вот человек попробовал, говорит, есть гораздо бюджетнее средство и гораздо лучше очищают, чем вот эта паста. В общем, то, как они это все преподнесли, ну, человек сказал, что не работает. Отоварились они на рынке. Она потом показала, что они купили. Вот все показывают, понимаете? Ну, вплоть. Вот купили и то, и то, и то, а обувь не показали. Итак, что же они там купили? Купили большой кусок масла, колбасы, сыра такой огромный, кусмарь, рыбы набрали, мясо. Увидела Ольга в интернете, как солят скумбрию, какой-то там другой рецепт. Она по такому рецепту никогда не солила. У нее все слюни вытекли, глядя на это. Ну, она так и сказала. Я представляю, как она заляпает своими слюнями, когда приготовит эту рыбу и будет ее есть уже у себя на кухне. Я представляю этот жуткий процесс. Может быть, даже будет мукбанг. Ну, судя по тому, что этот ролик они снимали в воскресенье, выложили в понедельник. Скорее всего, может быть, уже даже и мукбанг у них готов и в скорях выйдет обязательно. Потом они поехали к своим курочкам. Стало так сильно холодно на улице, а они такие заботливые хозяева. Они не могут не добавить курочкам тепла. У них была выставлена температура, но на улице же было более-менее тепло. А сейчас похолодало, значит, надо добавить градусов. Да и покормить курочек надо и напоить. А спать укладывать и сказку на ночь читать не будут. А то я смотрю, они такие заботливые. Вдруг выяснится, что они это делают. Ну, там, каждую курочку. Спи, бай-бай. Ольга же сказала, что Сафар куриный папа. Ну, вот. Или он точно такой же папа для кур, как и для Абдугани. Да? Ты меня раздражаешь, ты меня бесишь. Надо смеяться, не смеешься. Когда не надо смеяться, ты смеешься. Ешь не так, то не так. Все не так. Я, кстати, посмотрела их мукбанг. Ну, пару слов, может быть, в конце ролика я скажу, что я там увидела. И что меня, честно говоря, очень поразило. Пока там Сафар управлялся с курами, Ольга, понятное же дело, не за холодную воду. Она пошла осматривать свои владения. Ну, и тут же начала возмущаться на Сафара. Специально приезжали, когда было тепло, чтобы навести порядок. И закончить то, что не успели убрать. Но по факту ведь ничего не сделали. Она, конечно, пыталась его гонять. Надо то, надо это, надо, 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 надо. Они какую-то там часть сделали, но все равно целиком и полностью все не убрали. Я же говорила, они же поехали исключительно поесть шашлыка, пока позволяла погода. Вот это они сделать успели, брюхо свое набить. А навести порядок? Нет. С Ольги-то спросу никакого нет, потому что она же ничем не занимается. Не виноват тот, кто ничего не делает. А вот Сафар делал, стало быть, он и виноват. Ходит она, заглядывает во все там места и возмущается. Ну, вот все, тяп-ляп. Ну, вот все Сафар сделал, тяп-ляп. Вот все, что не доделано, это же только исключительно его вина. Честно говоря, Сафару проще выполнять приказы сразу, как только они поступают. Потому что все равно она с него живого не слезет. И заставит таки сделать то, что ей нужно, и так, как ей нужно. Но в данный момент я с ее претензиями, честно сказать, согласна. Вот он еще в прошлый раз на бочку ложил лист железа. И вот на полном серьезе думал, что этот лист ветром не сдует. Она сразу сказала, улетит этот лист. Ветра сильные, держаться он не будет. Ну, так и получилось. И когда она посмотрела, как он обил пленкой курятник, тоже было понятно, что ветром его начнет трепать в разные стороны этот полиэтилен. Ну, и разорвет по-любому. Да и плотно он не прилегает. Внизу он даже не закрепил. Какой смысл в этой пленке, вот если со всех сторон продувает, так и непонятно. Ясно было с самого начала, что толка от этого не будет. Всем понятно было, здравомыслящим людям. Но только не Сафару. Он был уверен, что все будет нормально. Она ему пыталась сказать, нормально будет. У него вот на каждое ее там возмущение или что-то, у него один и тот же вопрос. Чего ради? Чего ради? Чего ради? Ну вот, того ради. Будешь снова переделать. Короче, в общем, Ольга единственное, что не сказала, ну не назвала вещи своими именами. Одно название, что у нее помощник. По факту сказочный рукожоп. Выходит Сафар из курятника, вытаскивает яйца. Аж 15 штук. Ездит собирать эти яйца через день. У них, если я не ошибаюсь, 6 кур и 1 петух. Но даже если предположить, что все куры несутся каждый день, будет 12 яиц, а там 15, и все коричневые. Белые куры, получается, 3 курицы у них белые вообще не несутся. Откуда тогда у них 15 яиц? Наверное, соседские прибегают, да? Ну, у них же там тепло, а мало ли, у них дома холодно. Вот и бегают курам Сафара откладывать яйца. Если бы Ольга подтвердила слова Сафара, что, когда он сказал, мы 3 дня не были же у куры, она сказала, какой там, мы через день приезжаем. Вот тогда можно было бы предположить, да, за 3 дня 15 яиц могли нанести. Но она категорически опровергла эту информацию. Они же любят своих курочек. Они не могут приезжать к ним раз в 3 дня. Ну, тогда с яйцами задача не решается. В общем, где-то у них прокол, не продумали. Много яиц, говорит Сафар, что с ними делать? Надо кому-нибудь отдавать? Вот объясните мне, я никак не могу понять, что у них в голове. Держат они этих кур. Чего ради? Чего ради? Тратят на них время, деньги. А яйца им не нужны. Логика где? Я бы поняла, если бы они были любители яиц и съедали их очень много. Поэтому они завели себе кур, чтобы есть именно домашние, свои яйца. Но они постоянно их отдают. Каждый раз забирают яйца и надо кому-нибудь отдать. А давай вон той отдадим. А давай вот этому отдадим. Все время они эти яйца раздают. Редко, когда прозвучит информация, что они возьмут в себе. Чаще всего ищут человека, кому эти яйца спихнуть. Но, ей-богу, это очень странно. Ах, да, я вспомнила. Кура не держит, потому что это забава для Сафара. Он же сказал, но не могу я без живности жить. Ольге ему мало, поэтому приходится курами догоняться. Да, вот оно почему. Понятно. Все понятно. Пусть даже в убыток, но хочется ему поиграть. Любимая это его игрушка. Когда они вернулись домой, они стали готовить скумбрию. У Сафара сразу возникло так много вопросов по поводу приготовления этой рыбы. Вот сколько Ольга его ругает-ругает за вот эти лишние бестолковые вопросы, когда он под руку лезет и что-то спрашивает. И все равно он это делает. Когда он увидел, что Ольга режет нечищенную рыбу, сразу, а что, чистить не будешь, что ли? Такое ощущение, что он вообще первый раз находится на кухне, и видит, как она готовит. Но он же постоянно там тусуется с камерой. Неужели она при нем никогда не готовила Эдмина скумбрию? Я сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, память у него, как у рыбки, 30 секунд. Посмотрел и, опс, он уже не помнит, что он видел, что она готовила, как она это готовила. А по идее, он столько времени торчит вместе с нею на кухне, что уже любой рецепт должен самостоятельно делать с закрытыми глазами. А он ей все под руки лезет и вопросы задает, которые ее страшно бесят. Иногда она себя сдерживает, а иногда не сдерживает. Говорит, так, молча снимай, не лезь ни под руки. Сделала она все приготовления. Ну и вот наступил момент, когда нужно было перемешать этот лук вместе с рыбкой. Чесночок она туда добавила. Налила уксуса, посолила, сахар добавила. И вот зрители постоянно пишут же им комментарии, что она все делает руками. Хотя что-то можно сделать ложкой, что-то вилкой. Ну или, на крайний случай, на руки надеть перчатки. Но она всегда выступает категорически против. Она должна чувствовать пищу своими руками. Поэтому она очень любит ковыряться. Неважно в чем. В рыбе, значит, она будет ковыряться в рыбе. Если это будет крем для торта, значит, она будет прям руки туда погружать и лазить в этом креме своими руками. Знает отношение своей аудитории к данному зрелищу. Ну и вроде бы как она решила выключить камеру. Сделать это за кадром. Но, бах, камера включается. И вот Ольга уже орудует руками в этой миске. Рыба с уксусом. Тебе руки будут не только рыбой вонять и чесноком, и луком, но и уксусом. Я не знаю, может быть, она кайф ловит от этих запахов. Пока еще эта рыба приготовится, а у нее на руках уже запах соленой рыбки. Будет ходить, нюхать и балдеть. Лучше бы в перчатках все это сделала, по крайней мере, руки не воняли бы. Также они купили мясо, решили приготовить бешпармак. Сказала, что Абдугани помогал ей в этом процессе. Вот, кстати, об Абдугани. Как бы Ольга не старалась показать, что она любит мальчика как родного сына, истинное отношение, но все равно лезет наружу. Посмотрела я этот их мукбанк. Они в кадре. Абдугани, конечно, за кадром, сказала Ольга. А почему? Конечно. Вот она так сказала, как будто по-другому просто быть не может. Ну вот почему Абдугани обязательно, конечно, должен быть вне кадра. Хотя есть прекрасная возможность отодвинуть камеру подальше, чтобы попадали все. Ведь делается специально. Не нужен мальчик в кадре. Зачем? Не успели приступить к трапезе? Оба накинулись на Абдугани. Макнул мальчик котлету в соус. Первая взвилась Ольга. Сразу добродушная улыбка, которая до этого была у нее на лице, прям лучезарно сияла. С вами мы, Ольга Сафар и Абдугани. И у нас мукбанк. Она вся была в таком счастливом, приподнятом настроении, восторженном. Сейчас они будут эту пищу вкушать. Она уже прям вся настроилась. И тут кончилось. Как только он макнул эту котлету, вот эта добрая-добрая тетя-мама тут же озверела. Ты что, Абдугани? Соус прокиснет? Да там того соуса как кот наплакал. Вполне ожидаемо, что они его полностью сажали. Не осталось ничего. Такое ощущение, что даже эту чашечку вылизали. Это уже второе. А во-первых, почему они не положили в этот соус отдельно ложку, которой каждый мог бы положить этот соус себе в тарелку? И она не видела, как буквально за несколько секунд до того, как Абдугани стал макать в соус котлетой, сафар лазил туда вилкой, которую уже ел, которую облизывал. Ну какая разница, влез бы сафар котлетой или вилкой, которую лизал. Никакой разницы нет. Слюни в любом случае в этот соус попали. Да и прекрасно они понимали, что этот соус будет съеден. Вот лишь бы наброситься на ребенка. Оба причем. Ладно, вот Ольга. Понятно, она ему чужая, и терпеть она его не может. Как бы она там ни говорила. Люблю, люблю, как родного. Но этот, этот, кто он, я не знаю, люди сомневаются, кто он ему на самом деле. Отец, дядь, неважно. Но ведь это же какой-то твой близкий род. Ну а если это реально его сын? И вот такое вот ужасное отношение к ребенку набросится за какой-то дурацкий соус. Потом сафару потребовалась ложка. Ольга вытащила ложку из салата, который они вот делали, эту капусту-салат. Отдала ложку ему и стала лазить с салат своей вилкой. Сафар, кстати, тоже. Не прокиснет салат? Культурные вы наши. Локти со стола для начала убрала бы. Женщина культурная и воспитанная, а правил этикета не знает. И носом. Как она постоянно шмыгает носом? Сопли аж шумят. Вот как есть рядом, когда вот такая шумная сопляжуйка рядом. Фу. Фу, это хуже, чем обдугани в лес котлетой в соус. Со стороны слушать было противно. А уж находиться за столом, когда рядом человек, прям аж втягивает. Бррр. Ребенка учите, как правильно себя нужно вести. А себя научить почему-то забыли. Сафар элементарно даже вилка есть не умеет. Да шо вот эта вилка придумали? Фу, ложку дай. Ну ты что же о многом говорит? Человек не приучен. Научил бы себя для начала пользоваться столовыми приборами. А потом бы уже учил сына, куда можно вылезать, а куда нельзя. А то у самих ошибка на ошибке. А умничают. И смычут этого ребенка. И смычут. Цепляются. Цепляются на ровном месте. А потом ешь котлетку, обдугани. Ешь котлетку. Сафар. Да не хочет он. Сразу за сыном. Понимаете? Ответил. Конечно не хочет. С самого начала испортили аппетит. Посадила ребенка напротив себя. И в рот ему пристально заглядывать. Что съел? Сколько съел? Полный рот еды у тебя. Боже мой. Даже это. За своим следили бы. Сами клювами не щелкают. Пылесосят. Буду здоров. А ребенка ну прям со всех сторон посмотрели. Куда полез, куда не полез. Это он хочет, это не хочет. Взрослый ребенок. Захочет, сам возьмет. Бога ради. Отцепитесь. Меньше бы обращали внимания. Так ребенку было бы проще сидеть за этим столом. Кошмарные люди. А все выставляют себя. Ну такие они добренькие. Такие они хорошенькие. Прям. Ну незаслуженно их хейтят. А они так стараются. Ну ну. И вот по таким вот моментам сразу складывается впечатление. И становится понятно, как на самом деле они относятся к этому ребенку. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.